Рано или поздно ты поймёшь, что стал тише и спокойней, что ты всё меньше обращаешь свой ум вовне, к внешним явлениям. Ты придёшь к тому, что это «я» утратит стремление утверждать «я это», «я хочу то», «я сделаю что-то». В определённый момент оно уже не сможет существовать в изоляции. Мистер Годман, насколько путь Агавана подходит современному человеку? Я говорю о том, что мы находимся в постоянном стрессе, всё время заняты, существует очень много путей и миллионы книг. Как насчёт пути Агавана, самоисследования, сдачи Богу или истинному «я»? Вписывается ли этот путь в наше время? Он вне времени. Замечательно то, что наставления Агавана сегодня актуальны так же, как были актуальны 2000 лет назад. И если через тысячу лет кому-то попадётся старая потрёпанная книга о самоисследовании, она будет актуальна и тогда. Давайте на минуту вернёмся к Лакшмане с вами. Временами он говорил, «Единственное стоящее достижение в жизни — это реализация истинного «я». Если ты не познал истинное «я» или, по крайней мере, не пытался это сделать, то прожил свою жизнь впустую. Каждый, кто сталкивается с духовными историями, учением, должен принять решение. Или ты воспринимаешь это серьёзно? Делаешь попытку преодолеть самсару? Выйти из бесконечного круга страданий, рождения и смерти? Или ты возвращаешься к мирской жизни? Итак, ваш вопрос, какова роль этого учения в современном мире? Всё зависит от человека. Если кто-то говорит тебе, что этот путь принесёт покой, поможет избавиться от страданий, а ты игнорируешь его, то это твоя проблема. Это твоё решение. А может, такова твоя судьба. Однако, я думаю, что нет культурных или временных ограничений, из-за которых учение Бхагавана не будет полезно человеку. Тебе не нужно во что-то верить, чтобы практиковать его. Бхагаван даёт тебе рабочую гипотезу о том, что заставляет тебя действовать как Личность, что побуждает тебя пребывать в состоянии страдания и несчастья. Он говорил, если ты практикуешь это, то есть шанс, что твоё чувство Личности, твоё страдание закончится. Он не просит тебя верить в Бога, не просит присоединиться к какой-то организации, он даже не просит тебя оставить семью. Он никогда и никому не давал разрешения оставить свою работу или перестать заботиться о семье. Он говорил, что ты можешь заниматься этим, независимо от обстоятельств, в которых находишься. «Всё зависит от тебя. Я показываю выход. Я показываю тебе выход из круга рождения и смерти, из этого бесконечного страдания». Бхагаван говорил людям, что есть ощущение себя Личности, которое заставляет тебя думать. «Я — Личность, которая живёт в определённом теле. Я вижу мир снаружи себя». «Поскольку я поместил себя, свою индивидуальность внутрь этого тела, то я должен выбирать и решать, что мне нужно делать, чтобы защитить эту телесную форму». «Я должен взаимодействовать с другими людьми, имеющими, по моему предположению, такие же Личности внутри себя». «Таким образом, ты постоянно находишься в процессе защиты и отождествления себя с ограниченной формой и состраданиями, вызванными этой идеей». Бхагаван заявляет, что идея о том, что ты живёшь в теле, является ошибочной. Ты можешь поставить её под сомнение. Он говорил, «Я не прошу тебя молиться Богу, во что-то верить или читать книги. Всё, что я прошу тебя сделать, — это понять, как работает твоё личностное «Я». Я дам тебе подсказку. Наблюдай, как твой ум присваивает тебе всё, что попадает в его сферу действия». Он видит что-то и думает, «Я вижу кота». Он вспоминает что-то и думает, «Я помню, что у меня было вчера на ужин». Он говорил, «Все эти идеи объединяют явление под названием «Я», которое ты поместил внутрь себя. Ты привязываешь его к воспоминаниям, мыслям и восприятиям. И точно так же, как быстро двигающиеся картинки создают иллюзию непрерывности, «Это я» из момента в момент создаёт кажущееся реальным и плотным существо, человеческую личность, которой, как тебе кажется, ты являешься. Ты можешь разрушить эту идею. Это предположение, отведя внимание от тех вещей, с которыми твой ум обычно играется, создавая впоследствии переживания. Он говорил, «Старайся осознавать, что происходит внутри тебя, когда ты говоришь «Я», когда говоришь «Я счастлив», «Я юрист», «Я женщина». Всё, с чем «Я» хочет себя связать. Вернись к той основе внутри себя, которая говорит всё это. Направь внимание на неё и удерживай его там. Ты сможешь удерживать внимание не более, чем пару мгновений. Но каждый раз, когда твоё внимание будет блуждать, возвращай его туда снова и снова. Рано или поздно ты поймёшь, что стал тише и спокойней, что ты всё меньше обращаешь свой ум вовне, к внешним явлениям. Ты придёшь к тому, что это «Я» утратит стремление утверждать «Я это», «Я хочу то», «Я сделаю что-то». В определённый момент оно уже не сможет существовать в изоляции, само по себе. Основное послание Хагавана людям заключается в том, что твоя идея о том, что ты являешься индивидуальной личностью, живёт только благодаря тому, что твоё «Я» цепляется за то, чем оно не является. Если его изолировать, оно уже не сможет существовать. Затем оно потихоньку будет оседать и утихать, и в какой-то момент растворится в истинном «Я», в сердце. И тогда вместо ложного опыта того, кем ты себя представляешь, к тебе придёт непосредственное переживание того, кем ты являешься на самом деле. Это послание находится вне религии. Это то, чем может заниматься любой человек. Это не то, что каждый может делать и получить результат, но то, что каждый может попытаться сделать и понять самому, является ли правдой то, что говорил Романа Махарши. Всё полностью зависит от тебя. Тебе не нужно оставлять свои мирские обязанности, чтобы заниматься этим. Он всегда говорил людям, которые жаловались, что слишком заняты, что в течение дня всегда можно найти время для практики. Люди часто сетовали, что у них проблемы на работе, у них дети, что у них нет времени. Он отвечал так, «Отдавай всё своё внимание работе, когда тебе нужно её выполнять. Если работа требует интеллектуальной деятельности, используй в работе свой ум. Не забывай о семье. Продолжай о ней заботиться, если тебе судилось её иметь. Но посмотри на остальную часть своего дня. Когда ты в ванной, идёшь на работу, делаешь покупки, всё время, когда твой ум блуждает туда-сюда, можно использовать. Когда ты занимаешься своей семьёй, твой ум возбуждён. Когда ты в офисе, твой ум неспокоен. Поэтому свободное от обязанностей время, помещай свой ум в состояние безмолвия. По дороге куда-то, когда ждёшь автобус, посмотри, что происходит в твоём уме. Держись за чувство «Я», которое управляет всеми твоими мыслями. Отбрасывай свойственную уму тенденцию выпрыгивать наружу и связывать себя с разными объектами. Если ты будешь это делать, то в свободное от обязанностей время создашь территорию тишины, территорию покоя внутри себя. И тогда, когда тебе нужно будет пойти в гостиную и разобраться с дерущимися детьми или находясь на работе и споря со своим боссом, ты будешь действовать из места безмолвия и покоя внутри себя, который будет распространяться на окружающих людей. Хотя Бхагаван и отказался от мира, нескольким людям он сказал, что брак и дети не являются препятствием для самореализации. Одному из своих школьных друзей Рангангу он сообщил, что легче познать истинное «я», занимаясь домашним хозяйством, чем будучи саньясином или посвященным монахом. Он говорил, «Это те обстоятельства, которые даны в твоей жизни. Куда бы ты ни пошел, тебе придется взять свой ум с собой. Если ты сбежишь в ашрам или пещеру, ты принесешь туда свой ум. Ты можешь сидеть в пещере, а на следующий день ум начнет снова создавать тебе проблемы». «Работай со своим умом, где бы ты ни был. Какую бы судьбу ты ни получил в этой жизни, спокойно исполняй свою роль настолько хорошо, насколько можешь. Постарайся вести себя как бухгалтер, который ведет счета миллионера. Деньги не принадлежат бухгалтеру, поэтому он не ликует при виде всех этих ноликов. Он сводит колонки и ведет подсчет. Когда он приходит домой, то не мечтает о том, что все эти деньги могли бы достаться ему. Это не его деньги. Они принадлежат другому человеку. Его работа – сводить счета и записывать правильные цифры. Применяй это отношение к своей работе, но она не самая главная обязанность в твоей жизни. Единственная стоящая вещь – это самореализация, и тебе нужно найти для нее время. Не оставляй то, что ты можешь посчитать препятствием для нее. Твоя работа не является препятствием, как и твоя семья. Если ты серьезно настроен, тогда обстоятельства твоей жизни устроятся так, что ты найдешь время и силы, чтобы продвигаться по этому пути. Мистер Годман, расскажите, пожалуйста, что Бхагаван говорил относительно трудностей, встречающихся на пути, когда мы занимаемся самоисследованием или пытаемся сдаться. С какими основными преградами встречается человек, практикующий эти учения? Практически каждый день кто-то пишет, «Вы можете прийти в Романошрам, мне нужно с вами поговорить. Есть проблема, которая меня беспокоит. Я иду в Романошрам и беседую с этим человеком». Должен сказать, что чаще всего звучит следующий вопрос. «Я занимаюсь самоисследованием, но у меня ничего не получается. Что я делаю не так?» Насколько я понимаю, за этим вопросом стоит такое предположение. Поскольку нет результата, значит, я неправильно выполняю эту технику. Я считаю, что это неправильный подход. Самоисследование – очень и очень долгий процесс. Между началом и концом находится большой промежуток с одним или двумя уникальными преданными все случилось очень быстро. Они лишь раз спрашивали себя, «Кто я?» Или, оказавшись в присутствии Бхагавана, мгновенно распознавали истинное «Я». Однако большинству людей приходится сидеть и проводить довольно много времени, выполняя то, что они считают утомительным и скучным. Обычно начало очень динамично, и люди переживают медовый месяц, когда кажется, что все идет как по маслу. У них случаются небольшие проблески покоя. Они ощущают блаженство, переживают счастье. Они полагают, что начинают контролировать ум. Люди думают, «Это оно! Я нашел идеального учителя, нашел идеальную практику». Потом эти проблески начинают утихать. Практика становится тяжелой и скучной. Они начинают больше стараться, от чего практиковать становится еще труднее. Тогда они идут в Романа Шрам и спрашивают, «Что я делаю не так?» Ответ такой, «Абсолютно ничего». Природа ума такова, что изначально он переживает вспышку радостного возбуждения. Когда он получает хорошую технику, то каким-то образом в начале пути создает ощущение счастья и покоя. Однако, я думаю, что процесс самоисследования и сдачи можно сравнить с поднятием на поверхность сознания того, что было скрыто на протяжении многих лет. Чем больше ты смотришь внутрь себя, чем больше спрашиваешь себя, тем больше мусора начинает подниматься изнутри, и тем больше твой ум начинает наполняться всеми этими побочными вещами. Еще важно понять следующее. Если ты не занимаешься духовной практикой, то не понимаешь, насколько на самом деле твой ум перенасыщен и хаотичен. Твое внимание занимает работа, семья, которые стимулируют все твои желания, страхи и фантазии. В действительности, ты не обращаешь внимания внутрь себя, поскольку занят внешними заботами. Когда же ты перестаешь фокусироваться на всех этих внешних явлениях и обращаешь внимание на то, как работает твой ум, как возникает маленькое «я» и взаимодействует с миром, ты говоришь, «Господи!» Ну и хаос! Это не потому, что ты вдруг стал хуже. Ты просто перестал обращать внимание на то, чем обычно хочет заниматься твой ум. На самом деле, ты снял крышку со своего канализационного колодца, посмотрел туда и отпрянул в ужасе. Такова обычная реакция людей, которые перестали фокусировать внимание на мире и очень внимательно посмотрели внутрь себя. Первое правило. Не волнуйся. Это случается с каждым. Через это проходят все, за исключением нескольких удачливых душ, которым по судьбе было предназначено познать себя после первой же встречи с гуру. Однако, это не касается большинства остальных людей. Единственное решение — упорство. Нет никакой волшебной пилюли. Вот что я говорю людям по нескольку раз в неделю. Ты не делаешь это неправильно или плохо. Просто это очень долгий и серьезный процесс, в котором нет линейного прогресса. Это еще один момент, который люди должны знать. Если я, например, хочу выучить испанский, то в первый день учу три слова. После нескольких недель я уже могу соединять слова в предложения. Через год я смогу пойти за покупками, но не более того. Также не может быть такого, что через два года я проснусь и не буду знать ни единого слова на испанском. Это линейный процесс, имеющий накопительный эффект. Однажды, занимаясь медитацией, ты можешь проснуться после пяти лет ежедневного сидения и почувствовать, что твой ум еще в худшем состоянии, чем в первый день. Опять-таки, не нужно паниковать. Ты не делаешь ничего плохого или неправильного. Тишина не аккумулируется в уме. Просто в каждый день ты можешь прикоснуться к ней немного больше. В реальности, каждый день ты приоткрываешь крышку своего канализационного колодца, из которого выходит все больше дряни с неприятным запахом. Каждый день тебе придется иметь с этим дело. Там внизу огромное количество этой дряни, накопленной на протяжении многих жизней. И ты не очистишь все это за две недели, пару месяцев и даже за пару лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok